Меня все время стали вызывать в КГБ на Ленина-17. Я говорю, ну что такое? Родители почетные члены партии, мать была в консервании, сеперитарь партнерской организации консерватории, отец был директором больницы. И вот меня вызывают и говорят, через неделю вы заканчиваете технику, но вы будете работать поваром, и уже кроме дачи, вы будете работать поваром, и вы должны увидеть все. Какие там продукты приносят, какие люди приходят, о чем говорят, и если что, да, плавают. Ну и поваром я, конечно, не была. Я была сотрудником КГБ. А потом меня отправили в кольцо у ресторана, в агентологии нашей. Зам директора зала. И вот я должна была все время быть в зале, потому что на войну Матальевскую летчика провела, 50-й год. И я должна быть все время в зале. И ну что они нам говорят, о чем там беседуют, с кем общают, ну и так далее, то что докладывать. И вот ко мне приходит официантка и говорит, вас просят генерал, чтобы вы его обслужили. Я говорю, извините, пожалуйста, я никого не обслуживаю, у нас есть официантки. Она говорит, он просит, чтобы вы зашли. Я зашла. Он говорит, я хочу, чтобы вы меня обслужили. Там темные, порхатные шторы в кабине. Я говорю, знаете, нет, у нас есть официантки. Я никак не давно обслуживаю. Я не имею права. Нет. А когда хочу, я хочу, чтобы вы, пожалуйста, не нервничайте. Я понимаю, немножечко выпилим, вам все сделают. Вас не обидит. И тут он меня берет за плечи, разворачивает, на стол меня ложит. Я стол опрокидываю, поворачиваюсь к нему, бью его по физиономии. У меня был длинный такой волос. У меня все шпильки выскочили. Я выскакиваю в белом халате. Меня все трясет. Думаю, все. Все покорило. Прощай, партия. Прощай, карьера. Все. Все. Бегу в гостиницу. Всю ночь в номер. Плачу. Кошмар. Внутри меня вызывают. Ворота, партнер. Приезжает представитель обкома. Я говорю, ну что, вы успокоились? Я успокоюсь. Ну, мы вас хотим поблагодарить. Оказывается, адъютант его ходил под окнами, потому что знал, что генерал безобразничество и за ним уже давно следили. Мы его очень хорошо накажем. Единственное, что должны сделать, вы должны уволиться с работой, чтобы не испортить ваш авторитет. И я уволилась и ушла директором столовой. На завод. Здрасте.